Йод как микроэлемент связан у нас в основном с щитовидной железой. Содержится в воде и в пище в виде обычной соли всевозможных йода. 80% у нас йода сосредоточено в щитовидной железе, остальное в крови. Но в крови оно обычно путешествует туда, дальше в железу или из железы. То есть всё равно где центр всего оборота это щитовидка йода. Входит в гормоны щитовидной железы, а уже через них он влияет комплексно на организм. Потому что они вообще увеличивают обмен общей энергии щитовидной железы, либо снижают его. В частности влияет на рост дифференцирования тканей, поглощение кислорода, синтез всевозможных ферментов, работу транспортной РНК и так далее. Накапливается он тоже в щитовидке. Если мало поступает ниже определенной нормы, то щитовидка разрастается. То есть вот зоб, большая щитовидная железа, это следствие того, что мало йода, она разрастается и пытается увеличить свой объём. Тиреоидные петели накапливают йодиды против градиента концентрации. И для синтеза тироксина основного гормона используется активный йод. Некоторые йодиды поставляют йод-3, и вот он как раз не используется и может тоже зоб вырвать. То есть некоторые виды йода, короче, именно йод-3, он вызывает наоборот зоб, потому что он не может быть использоваться для синтеза тироксина. Мешают поступлению йода в щитовидную железу бром, астат, нитраты, перхлорат, резорцин, тиоценаты и родониды. Вот тиоценаты и родониды содержатся в крестоцветных и кабачковых продуктах, а именно репа, брюкова, редиска, цветная капуста, которая вообще-то считается всё, так сказать, диетической. Фасоль, соя, арахис, манго, маниока и так далее. Вот если совсем много всякой капусты, то тоже может развиться зоб, потому что капуста, короче, содержит вещества, которые мешают усвоению йода. Поэтому тут тоже она вся полезная, но совсем на капусте сидеть нельзя. Там свои совершенно минусы. И даже вот арахис тоже всё, вот это соя тоже это всё содержит. Ну, гормоны, которые поступают в кровь из щитовидной железы, связываются белками, и поэтому в крови они вместе с белками обычно, йод. В печени образуют они соединения, которые выводятся желчью в кишечник и расщепляются. Йод у нас выводится в организме, то есть если накапливается его, то вывод тоже его есть. То есть не фатально, но при дисбактериозе может нарушаться всасывание и йода, и серы в организме. В основном, тем не менее, выводится не кишечником, а почки. Почки могут много йода вывести. В целом усиливает вывод йода глюкокортикоиды и альдостерон. Гормоны щитовидной железы, они разрушаются, вот Т3 примерно за сутки, половина разрушается, и Т4 за 7 суток довольно быстро. То есть в целом у нас оборот йода в организме постоянный. Это что значит, что он постоянно должен с едой поступать, так как вот щитовидная железа гормон выработала из йода, а дальше он там разрушился за неделю. Надо снова йод. Основное проявление гипотириоза это зоб, то есть большая щитовидная железа. Проявляется он непосредственно замедление интенсивности основного обмена, запоры, рост давления. Отечное лицо, это вот Надежда Крупская хронически болела гипотириозом. Вот можно посмотреть на Крупскую фотографию, часто Джона Ленина, вот она у неё типичный, прямо вот на лице написанный гипотириоз. Но в целом это отупение. Скорее всего она была и дура, что впрочем все мемористы и сообщают. Снижение интеллектуальных способностей от нехватки йода, слабость, утомляемость, сонливость, судороги, головные боли, хриплый голос. Особенно на детей плохо влияет, потому что у детей больше всего интеллект работает, они этот мир осваивают. Это сложная задача на самом деле, которую все мы в детстве решили. Так вот, если йода мало, то ребёнок может быть идиотом. Причём он может даже в утробе матери родиться уродом, идиотом, немым и так далее от нехватки йода. Причины дефицита йода. Проживание в регионах, в которых объективно йода мало. Обычно это горные регионы, либо разлив рек, там где реки разливаются, мало йода. Затопляемые речные долины. Индия, Ботгладеш. Зерновые культуры, там вот рис содержит мало йода. В России регионы с низким содержанием йода. Забайкалье, Алтай, Тува. Мне говорили, что и Томская область. В Томске говорили, что йод низкий. Северный Кавказ, потому что горный регион, низкий йод на самом деле. В Башкортостан, Ярославской области и так далее. Значит, компенсировать во всех этих регионах надо тем, что есть надо много рыбы и водорослей. Так вот, второй фактор, который приводит к дефициту йода, это низкое, мало едят морскую рыбу, морепродукты, мясо, фрукты, овощи, которые содержат йод. Также могут быть в пищевых продуктах вещества, гойтерогены, которые сами по себе вызывают, зоб. Дальше, в рационе должно быть достаточно, кроме йода, кобальта, меди, молибдена, кальция. Все они улучшают всасывание йода. Ну и в частности, даже формирование самих этих гормонов улучшается. Медь там участвует. Силен, как я сейчас скажу, участвует тоже в формировании гормонов щитовидной железы. Дальше, ряд лекарственных средств негативно влияют на усвоение йода. И это, например, меркозалил, сульфаниламиды, нитраты, дефинин, проналол, кордарон, апринал, димекаин. Некоторые антибиотики, такие как пенициллин, стрептомицин, эритромицин, леомицин. Курение табака очень сильно, значит, воздействует, потому что табачный дым содержит тиоценаты, кадмии и другие всякие вещества, которые мешают усвоению йода. Соответственно, курение табака у постоянных курильщиков часто развивается зоб по себе, потому что у них из-за курения низкое усвоение йода, йод не поступает, и начинается гипотиреоз по обычной модели. Но нужно сказать, что избыток йода тоже плохо. Избыток йода вызывает тиреотоксикоз, то есть, наоборот, щитовидка работает слишком интенсивно. Проявляется тахикардия, то есть, сердце бьется, руки дрожат, то есть, наоборот, вот если щитовидка низкая, плохо выделяет, то, наоборот, человек сонливый, а когда слишком высокая, наоборот, подвижный, психованный, там такой, поносы идут, там, судороги, все такое, весь, короче, весь такой, издерганный. Кроме избытка йода, может также развиваться аллергическая реакция на йод. Ну, в целом, поддерживает йод селен и кобальт. Селен и кобальт, в принципе, друзья, там, ближайшие йода, и вообще должны в комплекс, то есть, йод и селен и кобальт должны быть. Против йода обычно выступают литий, мышья, картуть, сурьма, но нам вот этот мышья, картуть не нужна. Фактически получается, что йод вытесняет мышья, картуть, всякие тяжелые эти металлы, и нас, в общем-то, спасает. И селен тоже этим занимается. Высокое потребление йода считается все-таки токсичным, высокое считается 1000 микрограмм йода, но в целом за счет пищи нельзя, как бы, высокое, хотя случаи зафиксированы. То есть, если совсем рацион состоит из морских водорослей и рыбы, то у человека может быть повышенный йод и развиваться отравление йодом, наоборот, в виде тереотоксикоза, в основном. То есть, с помощью питания можно, в принципе, получить избыток йода, но сильно постараться надо, там, сплошные водоросли жать. Но, хотя, все равно, вот, диета с постоянным употреблением водорослей и рыбы приводит к определенному повышению йода выше нормального уровня. Но это не очень опасно. Тем более, наоборот, как бы, йод, он же улучшает, так сказать, там, быстрее все работает, да, то есть, если немножко повышенный йод, в принципе, даже хорошо, вот, особенно для людей умственного труда, то есть, быстрее голова работает от йода и так далее. Если йода не хватает, голова работает медленно, и начинается всяческая тупость. Ну, кроме водорослей, про которые еще с номинарием много йода содержат, кроме водорослей содержат рыбу, особенно морская рыба. Хек, минтай, навага, пикша, креветки, вот там много. Ну, достаточно в яйце тоже йода, но гораздо меньше, чем в рыбе, несколько раз, раз в пять меньше, то есть, рыба в основном. Ну, и также йодирование соли везде водится, йодированная соль, также хороший источник йода. Начали инъекции йода еще с 20-х годов, уже определили, и йодирование соли где-то с 20-х годов уже начинается. В Китае довольно распространенные, вот эти все долины, которые разливаются, там йода мало. Довольно распространенный дефицит йода в Китае, вот там производят даже йодированное масло в разных видах и пытаются исправить дефицит йода. Ну, имеется еще аутоиммунный тиреоидит при повышенном, то есть, некое такое воспаление железы, которое при повышенном йоде тоже, она, короче, дополнительно воспаляется. То есть, если есть аутоиммунные заболевания щитовидной железы, то от большого йода усиливается, наоборот, оно. Ну, в общем, все про йод, и дальше селен, в том же клипе делаю, они вместе работают. Селен, про него немножко рассказывала уже по химии, и скоро отдельно будет про селен прямо клипы, но не скоро, но в том году. Селен в организме в двух формах имеется, сиреноцистеин и сиренометионин. Роль селена в организме антиоксидант. Также, вместе с йодом, он участвует в функциях щитовидной железы. Также селен действует противовирусно, то есть, иммуномодулирующий, как и цинк, он усиливает иммунитет. Причем, усиление иммунитета распространяется на опухоли, то есть, селен и цинк против рака. Профилактика, они противоопухолевое действие они оказывают. И даже непосредственно, когда рак уже есть, селен против рака, лечит рак. Селен вытесняет токсичные металлы, такие как ртуть, кадмия и серебро. Защищает от радиации. Улучшает функционирование половой системы, особенно у мужчин. Улучшает действие йода на мозг. Вот селен и йод лучше вместе. Йод улучшает работу мозга, убыстряет ее. Правда, когда избыток йода, слишком быстрая работа мозга тоже не нужна. Но вот они в целом поддерживают мозг, йод и селен. Селен помогает от болезни Альцгеймера. И селен в целом против старения. Ряд этих витаминов и микроэлементов имеют умолаживающий эффект. И селен тоже, да, умолаживающий эффект. Тормозит, кроме он противовоспалительный, против стресса. В общем, такой хороший он. В тонкой кишке и в 12-перстной он всасывается. Но усвоение селена примерно 50%. В таблетках он сейчас в виде солей, но в виде таблеток хуже, потому что может накапливаться токсичное гидроселенид, токсичное вещество. Выводится он с мочой, накапливается он в органах и тканях, которые интенсивно работают. А именно в печени, в почках, в сердце, в гипофизе и скелетных мышцах. Но если совсем отравлен организм селеном, то начинает выводить через волосы и ногти. Значит, дефицит селена тоже вызывает гипотиреоз, как и дефицит йода. Потому что с щитовидной железой они совместно работают. Также он вызывает всевозможные заболевания костей, крови, тромбоциты неправильные образуются, снижает иммунитет, быстрое старение организма, потому что он омолаживающий, мужское бесплодие, дистрофия поджелудочной железы, диабет, воспаление всевозможное, атеросклероз, ишемия, катаракта и прочее всякое счастье. Дефицит селена вызывается в основном тем же, что и йод, а именно в определенных регионах, в почве, в воде. Селена мало, соответственно, растения его не усваивают, и поэтому растения в этих регионах селен почти не содержат, как и йод. И это такие, допустим, у нас ближайшие регионы. Это северо-запад России дефицит селена, Тува, Якутия, крайний север, везде селена там мало, Забайкалье, Иркутская область, Поволжье, Прибалтика, Бурятия, Читинская область, Беларусь, Китай, тоже дефицит селена и йода на самом деле, Канада, Мексика, Западные Штаты США. Также плохо усваивается селен при заболеваниях печени, диабактериозе кишечника, различных отравлениях, диеты, которые не содержат природных белков и не усваивается селен, Ну и вообще плохое питание, отсутствие рыбы, всяких морепродуктов в рационе приводит к дефициту и селена, и йода. Значит, избыток селена тоже опасен. В Китае в определенных районах были выбросы там селены, и люди отравились селеном. Так что такие вещи зафиксированы. Кроме того, в промышленности широко селен применяется, Поэтому возможно отравление селеном у шахтеров, у работников электронной промышленности, стекольной, лакокрасочной. А также, если вот в таблетке селена, которые в магазинах продаются, если их много съесть, то будет отравление селеном. То есть так вот как бы он омолаживает, но много если съесть, не только не станешь молодым, но помрешь. Ну, значит, хроническая интоксикация с селеном выглядит как поражение кожи. Кожа шелушится, воспаляется, выпадают волосы, ногти расслаиваются, в общем, ногти тоже выпадают. Повреждаются зубы, артриты и развиваются расстройства нервной системы, потому что и селена, и йод, они в целом возбуждают нервную систему. Острое отравление селеном, тошнота, боль в животе, понос. Типичный запах чеснока при отравлении селеном, запах чеснока изо рта. Металлический привкус во рту, металлом отравился, воспаление соплей, воспаление носа, ну и, в общем, вот все, отравился селеном. С другими элементами как взаимодействует? Вытесняет ртуть, кадми, мышьяк, а также свинец и талий. То есть, в принципе, полезен он. Но при избыточном поступлении он нарушает работу кальция в костях, то есть кальций подавляет, кости плохо будут развиваться. Поддерживает он цинк. Цинк и селен друг друга тоже поддерживают и действуют как иммуномодуляторы, улучшают иммунитет. Селен и медь тоже конфликтуют. И поэтому, если, короче, отравился селеном, то медь, она будет как противоядие, подавляет токсическое воздействие селену. Источники, самые основные селены, опять же, морская рыба и плюс креветки, крабы, там все, что в море, короче. А также субпродукты печени, почки, мясо содержит селен, хлебные злаки. Но вот в хлебных злаках меняется в зависимости от региона. То есть, вот перечисленные регионы выше, в которых селена мало в почве, в злаках будут мало содержать. И в овощах тоже мало будет. И там надо дополнительно есть именно морепродукты. То есть, вот рыбу морскую и так далее. В дрожжах тоже достаточно много селена. Ну, вот как йод и так и селен в один клип объединяю. Это что-то, что скорее относится все-таки к щитовидной железе, несмотря на то, что действия их, как обычно, комплексные.